Поликлинику на строителей открыли после капитального ремонта. Сейчас ее просто не узнать. Привели в порядок само здание, полностью обновили медицинское оборудование и мебель. На эти цели из областного бюджета выделили порядка 25 миллионов рублей. Оценить, в каких условиях сейчас будут лечить юных первоуральцев, приехал глава региона Евгений Куевашев. Уважаемые гости, аплодисменты. Поликлиника номер два считается открытой. На улице строителей настоящий праздник. В поликлинику вновь могут вернуться маленькие пациенты. Ее закрывали на капитальный ремонт 4 месяца назад. В короткий срок строители изменили медицинское учреждение до неузнаваемости. Это в конце концов красиво. Это, я надеюсь, приведет к тому, чтобы и психологическое состояние у ребят, и у их уважаемых родителей, дедушек и бабушек будет соответствующее, такое спокойное и радостное. Взрослые и пациенты наблюдали, как идет капитальный ремонт, и с нетерпением ждали, когда же откроются двери этой уникальной поликлиники. Я считаю, что для медицинских работников созданы все комфортные условия, а для наших пациентов будут с удовольствием приходить на прием. На открытие приехал и в Рио губернатора. Евгений Куевашев просто не мог пропустить столь важное событие. Главный врач детской городской больницы Ольга Шайдерова ведет гостей в обновленные кабинеты. Здесь у нас в основном есть световые амбитации. Это полно-бегативный аппарат, там парфельное лечение, там это, как и санитарный, правильно, отдельное, потому что здесь разливается парфель. Этому зданию уже много лет. Когда-то здесь располагался детский сад. Позднее его перепрофилировали в детскую поликлинику. Но эти стены никогда не видели капитального ремонта. В рамках поручения главы региона и реализации программы повышения здоровья уральцев из областного бюджета выделили 19 миллионов рублей. На эти деньги полностью обновили фасад, крышу, освежили помещение. Успехов вам. Я уверен, что вот те позитивные изменения в Первоуральске сегодня, конечно же, не остановятся. Сегодня очень хороший настрой предприятий, жителей, к тому, чтобы здесь перемены продолжались. Я уверен, что мы приложим все усилия для того, чтобы и дальше Первоуральск развивался. Еще больше 4 миллионов рублей ушло на оснащение поликлиники. На эти средства обновили все медицинское оборудование, мебель, компьютерную технику. Бывший главный врач детской городской больницы Первоуральска Николай Шайдуров рассказывает, теперь эту поликлинику не узнать. Я очень рад, что эта детская поликлиника засияла в другом формате. Красивая стала. Красивые кабинеты, компьютеры кругом стоят, информационное табло, хорошие холлы с красивыми диванчиками для мам и ребятишек. Детская площадка игровая. Раньше врачи делили одно рабочее место на двоих. Сейчас у каждого свой кабинет. Сейчас у нас есть возможность работать одновременно и медсестре, и врачом в программе «Промет». То есть у нас сейчас есть два компьютерных стиле, до этого был один. Сейчас очень удобно, будем успевать быстрее работать. Анастасия и Дмитрий Мыштаковы на открытые поликлиники пришли с маленьким сыном. Молодая семья очень рада преображению медицинского учреждения. Очень приятно, что у нас, во-первых, появилась современная поликлиника, ну и, во-вторых, что обратили внимание все-таки на самом высоком уровне. Здесь местная поликлиника только свой участок, поэтому здесь будет, ребят, немного, без очередей. Изменения в этом году коснулись не только детской поликлиники на строителей, но и детской городской больницы на Гагарина. Там заменили кровлю, поменяли теплотрассу. Продолжаются работы по ремонту инфекционного отделения. Юлия Томилина, Ульяна Шелькова, Денис Хромцов. Хроника дня.